Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Институт гражданского общества в Забайкале ведет свою активную деятельность вот уже 13 лет. Именно тогда, в 2001 году, стартовал первый гражданский форум. В 2014 году деятели самых разных направленностей объединились, чтобы обсудить тему общественного контроля. Форум с каждым годом становится все многочисленнее и многочисленнее. Потому что что такое гражданское общество? Это общество активных людей, общество неравнодушных людей. Потому что любой гражданский поступок, это, как правило, не благодаря, это вопреки. Это какое-то такое моральное действие. То есть надо себя преодолеть, чтобы совершить гражданский поступок. И таких людей становится все больше и больше. С моей точки зрения, это, наверное, самое ценное, что есть в этом гражданском форуме. Потому что он пробуждает инициативы. И очень интересно, что в рамках нашего сегодня гражданского форума проходит подведение итогов форума гражданских инициатив. Это для нас ценно тем, что форум выходит за рамки Забайкальского края, он даже выходит за рамки Сибирского федерального округа. Он становится всероссийским. Гражданский форум в истории своего становления и развития прошел ряд этапов, приобретая многообразие, масштабность и результативность. И подтверждением этому служит работа в нынешнем форуме 15 дискуссионных площадок, 4 конкурсах, одним из которых является региональный этап российского конкурса «Гражданская инициатива». Поздравляю вас с открытием гражданского форума Забайкальского края 2014 года. В течение двух дней участники площадок обсуждали темы медицины, воспитания, ЖКХ, социального обслуживания населения и как общество может контролировать эти сферы изнутри. Яркими обсуждениями отличилась дискуссионная площадка на тему «Общественный контроль и инвестиционный климат», где своими мнениями поделились деятели бизнес-сообщества Забайкалье, а также министр экономического развития Сергей Новиченко. Мы хотели бы поговорить с нашими предпринимателями о особенностях нашего инвест-климата, особенностях нашей экономики, которая вот в словах в чем заключается. У нас по 2014 году пока, по крайней мере, идет прирост инвестиций в 1,5%, 1,6%. У нас есть значительный запас природных ресурсов, у нас есть лесные ресурсы, но при этом у нас создана вся необходимая законодательная база для того, чтобы наш инвест-климат был теплым, чтобы нашим инвесторам было комфортно работать на нашей территории. У нас есть промпарк «Могоиды», у нас создается промпарк «Краснокаменский». Но при этом наш инвестиционный рейтинг – один из низких на территории Российской Федерации. И наш инвестиционный потенциал Сибирского федерального округа – мы занимаем примерно 7-8 место из других регионов Сибирского федерального округа. Вот такой парадокс, и этот парадокс мы хотели бы обсуждать здесь, на этой площадке. Ну, когда мы говорим о общественном контроле, то, безусловно, здесь присутствуют все общественные организации предпринимательского сообщества. Здесь торгово-промышленная палата, опора России, деловая Россия, союз промышленников-предпринимателей. Есть и предприниматели, которые не входят. Здесь общественная палата, представленная экономическим своим блоком. Предприниматели в диалоге с чиновниками обсудили проблемы привлечения инвесторов в забайкальский бизнес, экспертную оценку и вливание средств. Не секрет, что не всякий предприниматель умеет читать инструкции, регламенты различные, он не знает, где получить разрешение, ну и различные еще проблемные вопросы по ведению бизнеса. Не всегда эту информацию он может получить и в органах местного самоправления. И вот как раз за помест фонд, реализуя принципы одного окна, должен служить своего рода каналом прямой связи между предпринимательским сообществом, администрацией, разрешительными органами и финансовыми институтами. Были вручены мини-гранты на развитие социально значимых проектов. 25 забайкальцев получили дипломы и денежное вознаграждение. Обсуждение темы гражданской инициативы было интересно и студентам. Во второй день форума состоялся молодежный бизнес-квест, где юные предприниматели заявили о себе и показали проекты. Один из них получил поддержку Забинвестфонда на льготных условиях с кредитом до 1 миллиона рублей. Максимум креатива. Давайте всем удачи. Если ты не умеешь стильно сочетать свои вещи в гардеробе... Проанализировав динамичное развитие показателей внутреннего туризма в Забайкальском крае в последние годы, Забайкальский молодежно-туристический центр готов сказать новое слово в туристической индустрии. Главным гостем церемонии закрытия форума стал руководитель премии гражданской инициативы Юлий Гусман. Пара слов не получится, потому что мне жутко понравилась сама церемония и люди, и атмосфера. Мы же когда вот... Даже если мы все читаем книжки, смотрим телевизионные программы, и все не представляю, как живут люди, да, вот так далеко от Москвы, действительно далеко. И мне кажется, что это весело, счастье во многом даже более где-то благороднее, потому что столько на сцену поднималось замечательных людей, столько было прекрасных лиц, столько было непридуманных слезинок и улыбок, что вот, собственно, для этого Алексей Ильич Кудрин и наш комиссер гражданский инициатив, я, вот мы все только для этого это пытаемся сделать, потому что, вы знаете, у нас так много хороших людей, и так мало их хвалят, так мало их поощряют. И очень здорово, да, вам сказать, от всей души, что ваш молодой, симпатичный, очень прекрасно говорящий и красивый губернатор, нет, серьезно, это очень важно, что он не скрывается от гражданских инициатив, не прячется от этих людей, а поощряет, возглавляет присутствие. Это очень здорово, потому что пока мы не сможем слить воедино вертикаль власти, горизонтальный гражданский инициатив, у нас не будет этого общества демократического, доброго и нормального, кого заслуживает наша великая страна и кто заслуживает все. Юлий Соломонович принял участие во вручении премии за байкальца за наиболее яркие проекты. Знаете, мне кажется, что все это было настолько здорово и настолько симпатично, было бы несправедливо заменять собой работу жюри, которая, мне кажется, с долгой провела это. И, в общем, вот с первого, знаете, вот меня вот встречала одна очень симпатичная женщина, я не хочу назвать, потому что мне рассказывали об этом. И я поразился, то есть ее интеллекту, остроумию, знания. Она оказалась тоже врач, как и я, но это не означает ничего. Оказалось, что, подчеркиваю, здесь, посреди страны, посреди этого большого государства, есть масса остроумных, добрых, ярких. Спасибо. На каждой площадке были подписаны соответствующие резолюции по проблемным вопросам, а итоги подведут на следующем гражданском форуме 2015 года. Ирина Халецкая, Илья Татауров, специально для Забунфа.